Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В преддверии рождественского поста, который, я напомню, начнется 28 ноября, буквально через неделю, мы решили посвятить передачу ответам на ваши вопросы, которые, собственно говоря, связаны с постным поприщем, с постным подвигом. Вопросы продолжают приходить к нам. И вот сегодня в нашей студии с нашим гостем мы решили ответить на ваши вопросы. А в гостях у нас сегодня отец Николай Зинин, клирик Татьянинского храма при госуниверситете. Здравствуйте, отче! Здравствуйте! Вопросов много и, ну, наверное, самый главный, самый важный, с которого бы и хотелось начать, задает нам Сергей Кайгородов из Томска. Он такой несколько провокационный и даже с определенным таким интонированием отрицательным. Видимо, человеку крайне тяжело дается пост. И вот он задает следующий вопрос. Простите за провокационный вопрос. Вообще, зачем нужен пост? Христиане постятся две трети года. Зачем? Неужели без такого духовного издевательства над собой нельзя обойтись верующему человеку? Ну, я бы сказал, что даже нужно без духовного издевательства обойтись верующему человеку. Поэтому, если воспринимать пост только с точки зрения некого издевательства, то, конечно, он тогда и не принесет нам пользы. Ну, я думаю, он имеет в виду в большей степени, что вот подобного рода воздержание в пище, когда мы изнуряем себя растительной пищей без мяса, тут же сразу скажут люди, что зимой, а витаминозы всяческие. Я думаю, веганы даже похвалят такое решение. На самом деле, тяжело только в самом начале. А когда потихонечку входишь уже в состояние постное, конечно, организму требуется перестройка некая, это понятно, но это оправдано в первую очередь тем, что мы не воспринимаем это как издевательство над собой, а воспринимаем как некое облегчение, что ли. Потому что очень много времени современный человек тратит вопросом, скажем, второстепенным в своей жизни, и вот эта постоянно усиливающаяся суета мира, она не позволяет нам глубже заглянуть в себя, соответственно, и познать Бога не позволяет. И вот некий такой тормоз духовный, стоп-кран, который мы имеем возможность нажать в постные дни. Конечно, пост, стоит, наверное, сказать, что пост в первую очередь это время духовного подвига, и пища здесь, конечно, играет второстепенную роль. Есть много других рычагов, на которые мы можем понажимать, чтобы свою душу как-то стряхнуть с нее вот эту суету мирскую, стряхнуть с нее наносное и попробовать себя как-то более объективно почувствовать. А пища, конечно, может помочь в этом вопросе, но она не должна быть на первом месте. И если человек только начинает, ну, например, захочется ему попробовать попаститься, то, конечно, тут руководство нужно не календарями, эти пиконами древними, а обратиться к священнику, попробовать найти человека, который войдет в ваше положение и предложит вам ту схему поста, которая вам будет посильна и неиздевательна над вашим организмом. Ну, вообще, если вот говорить о посте, то, мне кажется, его нельзя рассматривать в отрыве от христианской антропологии, то есть от того, как христиане себе понимают человека, да, то есть антропос-человек, логос-слово, слово о человеке, антропология, наука, изучающая человека. Есть свое понимание, представление в христианстве о человеке. И в частности, если мы говорим о, ну, двусоставности человека, что в нем наличествует животное начало с его инстинктами и так далее, да, это наша, собственно, плоть, вот, наличествует в нем и в том числе духовное начало, к которому он, собственно, постоянно стремится, устремляется ввысь, устремляется к Богу, устремляется к каким-то, там, скажем, творческим идеалам, когда он, скажем, пишет стихи или когда он сочиняет музыку или еще что-то. Вот это духовное начало воспаряет. Но вопрос весь в том, что, если возвращаться к посту, да, мне кажется, что здесь интересный способ воздействия на душу. То есть как можно воздействовать на душу, как не через тело. Собственно, относительно недавно, занимаясь своими этими спиранскими изысканиями на тему духовности, набрел на интересную статью и на интересный диалог сотрудника РАН, Медведев, есть такой замечательный у нас сиролог, то есть изучающий Сирию и сирийскую культуру. И вот он интересный вывод делает, что вообще, в принципе, аскетика, духовная жизнь, она имеет определенное соотношение с медициной. И, в частности, в Сирии, в которой происходило осмысление сихазской литературы одновременно с трудами Гиппократа, вот, они, в общем-то, это удивительным образом себе совместили. И действительно, мы можем с вами придем, мы, скажем, в какое-нибудь лечебное заведение, да, в больницу, говорим, вот у меня там, скажем, желудок болит или вот у меня какая-то аллергия. Что нам советует врач? Он, в первую очередь, советует диету, то есть накладывает определенную депривацию, да, отлучение от набора каких-то продуктов, исключить жирное, исключить красное, исключить такое, сякое, розеткое. И делается это именно для того, чтобы излечивать тело. И вот из Сирии к нам аскетическая литература пришла, которая переработала труды Гиппократа и труды Евагрия Понтийского, нам это вернула. И, в общем-то, мы находим то же самое, то же самое размышление о депривации, да, то есть депривация — это исключение чего-то, да. Например, хочешь коснуться опыта общения с Богом — откажись от сна, чрезмерного сна. Хочешь коснуться духовного полета — не отягощай плоть свою излишним питанием, да, объедением, чревоугодием, наложи определенное воздержание на себя. И, кстати говоря, интересно, что слово «страсть», которое мы тоже достаточно часто в церкви употребляем, «страсть греховная», да, оно ведь тоже медицинский корень имеет. Вот всем известно, наверное, слово «патология», да, то есть слово «апатос». «Патос» — это, собственно говоря, страсть. Вот. Когда болезнь переходит в состояние некого кризиса, то есть, или, скажем, она постоянно обостряется, постоянно повторяется, мы говорим, что это патология у человека. И вот этот вот патос, страсть, она, в общем-то, перекочевала и в нашу аскетическую литературу. Это вот к вопросу Сергея Кайгородова, зачем мы постимся, потому что определенного рода депривация тела освобождает душу, то есть она определенным образом ее оздоровляет. Может быть, да, мы на какой-то момент причиняем себе излишний дискомфорт, отказываясь от чего бы то ни было телесно, но в то же время мы заботимся о той главной составляющей в нас, вот, которая требует полета. Да, некая иерархия, если мы говорим о том, что в человеке есть душа и признаем, ну, ее какое-то нравственное первосходство над животными инстинктами, и это нормально, и, я думаю, оправданно, то как-то надо это проверить, есть ли это превосходство или нет. То есть это такая практика духовной жизни? Да. Если мы обычно теоретизируем на эту тему, то пост — это, собственно говоря... Проще сказать, Бог у меня в душе, и я верующий человек, и, значит, исходя из этого, душа у меня властвует над телом. Так что же тогда заставляет, в чем твое препятствие, чтобы сменить просто вариант твоего питания? Причем серьезно облегчив при этом самому организму работу его. То есть, опять-таки, для того, чтобы переварить мясо, намного больше энергии нужно, чтобы переварить что-то попроще, гречку там или еще. Ну, повторюсь, мера поста, конечно, я считаю, что не должна быть, вот, не нужно сообразовывать ее с календарями распространенными, потому что они отражают монашескую практику, средневековую монашескую практику. Мы живем не в монастыре, сейчас 21 век на дворе, и продукты питания, понятно, уже другую ценность имеют, нежели это было тысячу лет назад. И поэтому, конечно, лучше всего обратиться к священнику приходскому, с которым у вас есть контакт, и попробовать с ним поговорить, какие продукты, с чего начать. Потому что в минимальном состоянии я даже советую людям, ну, хотя бы один какой-то продукт исключить. То есть, можно начать вполне пост из того, что, например, не есть в этот пост мясо, а остальные все продукты есть. Почему-то у людей мысль, что если они, значит, постятся, то они должны по полной программе поститься. Ну, вот я всегда привожу такой пример со спортзалом, что если вы придете впервые в спортзал, то не нужно смотреть, сколько поднимает вот этот мускулистый мужчина, например, или женщина. Потому что вполне может статься так, что этот вес вас просто придавит, эта штанга, к земле, и вы никогда не сможете ее поднять вот так вот сразу, надорваться. Поэтому, приходя в церковь и какую-то практику духовную пробуя, надо понимать, во-первых, что она не сама по себе, и что это одна из практик церкви, но не самодостаточная. Потому что мы этим занимаемся не для того, чтобы этим заниматься, а это облегчает наш диалог с Богом в чем-то, облегчает наш контакт нашей души со Спасителем. А во-вторых, если уж начинаешь, то начинай с малого, чтобы не надорваться и не сказать, как Лев Николаевич, он же тоже пробовал поститься. Толстой. Да. И вот написал, что это только один вред приносит. Потому что начал сразу, был, судя по всему, максималистом в вопросах нравственных. Вот. И начал с рвением особо точно соблюдать этот устав монашеский. Конечно, у него не получилось. Он говорит о том, что сохранить здоровье невозможно. Но в чем-то он прав. Если бы он начал потихоньку входить в этот опыт постепенно, я думаю, что результат вполне мог бы быть другим. И еще, кроме всего прочего, мне кажется, здесь не надо исключать того факта, что как все в церкви и пост в том числе является делом двух. Да? То есть что-то делает человек, а что-то делает Господь вот в этом духовном подвиге. Вот. И когда, например, человек остается наедине, я думаю, вы тоже как бы с этим сталкивались, когда люди приходят и говорят, вот я начал поститься, и вроде не там, не слишком сложно постился, да, то есть ничего сверх меры на себя не накладывал, но стало так тяжело, такое уныние или такая гневливость во мне открылась. Или наоборот, там, так загнулся я желудком, телесно там загнулся и так далее. И когда начинаешь выяснять, слишком много в этом посте было самого человека. То есть надежда на собственные силы, я сейчас всем все докажу, да подумаешь, то есть такая бравада, духовная бравада, чего не должно быть в посте, на мой взгляд. То есть здесь должно быть очень такое тихое, мерное приближение к Богу. То есть это главная цель поста. Ну да, и вот когда человек даже подходит так вот, в этом тоже есть некая духовная гордыня, когда я вот думаю, что я сейчас все буду соблюдать. Тоже. Вот сейчас вот возьму и 200 килограмм подниму. Поэтому там, или человек говорит мне, а я мясо и так не ем. Ну хорошо, не ешь печеньки, шоколадки не ешь просто. А все остальное, там яйца, молочные, кушай. Бывает человек, вот даже одного этого продукта лишится, он уже почувствует тяжесть, да, почувствует, что даже, казалось бы, такая мелочь, как сладости, да, к чаю. Лишаясь их, получается, я не могу как-то контролировать это. И тогда вопрос о том, что Бог в душе, что там все как бы, он, конечно, разрушается для человека. И поэтому я считаю, что многие люди не входят в пост, чтобы вот, ну, не ощутить этого дискомфора, чтобы не потерять вот эту иллюзию, что Бог-то у меня в душе. Потому что как только человек начинает, и святые отцы очень интересно об этом пишут, как только человек решает соблюдать заповеди, исполнять заповеди, он в ближайшее время приходит к мысли, что он не может их исполнить. То есть вот пока человек живет, в смысле, что у него Бог в душе, но при этом особенно не задумывается, что Бог от него требует при этом, то у него создается некая иллюзия, вот комфортная иллюзия, что он достаточно духовной личности, веры у него, в принципе, достаточно, среднецистический объем, который, в принципе, его удовлетворяет, и Бога тоже должен удовлетворять. И вот как раз конфликт-то в том, что разрушить вот эту, скажем, иллюзию, вот эту комфортную уверенность в своих силах, как раз-таки очень бывает болезнен для человека. И он согласен скорее не вступать ни в какие эксперименты, чтобы не выяснилось, что... Ну, а по сути получается достаточно смешно. То есть если на язык науки перевести, это человек такой похож на физика, который формулирует некую теорию, но доказывать ее не собирается. То есть со стороны научного сообщества это вызовет смех, скорее всего. Я вот кое-что тут придумал, но доказательства это не требует. Вот есть еще вопрос, он может звучать как, в том числе, уточнение к первому от Татьяны Фоминой из Санкт-Петербурга. Работу в бизнес-структуре начинается пост. «Кроме гастрономического поста, ну то есть отказа от продуктов, не знаю, как поститься. Постоянные встречи, переговоры, иногда эти переговоры происходят в ресторанах. Как поститься мне? В чем нарушение поста может быть в моем случае? Очень хочется все правильно сделать». Ну, что, да, тут очень созвучный вопрос. Во-первых, надо понять, что правильно не получится. И это снимет, я думаю, процентов 40 сложностей. Потому что часто человек, переживая правильно или неправильно, теряет самое главное. Для чего? Опять для кого? Так же, как и в отношениях, скажем, между людьми. Если, например, супруги будут думать 40% времени, правильно ли он сделал или неправильно по отношению к ближнему, то это будет лишнее трение, лишняя трата сил, по сути. Поэтому можно сразу успокоиться, что правильно не получится. И делать так, как более или менее выбирать ракурс, согласуясь с совестью. То есть я допускаю, что вполне на каких-то там особо тяжелых переговорах можно допустить какие-то непостные продукты, чтобы как-то подкрепить. И наоборот, может быть, в каких-то встречах можно обойтись легкой закуской, салатами. При этом в чем-то это тоже исповедование веры, потому что люди задаются вопросом. А ты постишься, например. Какое-то слово о посте, слово о вере, соответственно, есть возможность сказать. Почему бы я не воспользовался этим шансом? Ну, особенно на пище не зацикливаться. И второй момент, что если много общественной деятельности, переговорной, общения с людьми, то, значит, кроме пищи можно посоветовать какие-то моменты покоя, тишины, когда просто насильно себя усаживаешь куда-нибудь в кресло и стараешься внутреннюю тишину почувствовать свою, чтобы как-то уравновесить внешний шум и суету работать. То есть для наших телезрителей, просто поясню, да, несколько резюмируя, что пост вообще как явление, как феномен, он многогранен и разнопланов. С одной стороны. С другой стороны, меру поста для себя. Это вот какая-то удивительная вещь произошла с нами. Мы в какой-то момент сказали, что все решения за меня должен принимать священный сенот, патриарх, епископ, батюшка на приходе. Нет, ну в монастыре так оно и происходит. Наместник монастыря определяет меню, так же, как в детском саду. Но, кстати, говоря к вопросу о наместнике монастыря, все равно человек изначально выбирает строгость устава монастыря сам. То есть в какой монастырь пойти постучаться и при каком монастыре себя посвятить Богу, все равно человек выбирает изначально. Поэтому можно прийти, посмотреть, как люди... Мы знаем, что есть монастыри строгого устава, они чуть ли не на хлебе и воде сидят. Есть монастыри более лояльного устава, то есть они живут, собственно говоря, по типикону и не дальше. То есть ни вправо, ни влево не отодвигаются. Так вот, еще раз заострим внимание наших телезрителей на том, что меру поста вы призваны определить для себя сами и просто по возможности прийти у священника, вас исповедующего, которого вы лично знаете, и спросить благословение именно на эту меру поста. Священник не может определить ваши меры, потому что зачастую он не знает... Там и заболевания, особенности какие-то. Особенности вашего жизненного цикла. Даже вот бывает, великим постом обращаются люди. И если проблемы с желудочно-кишечным трактом или еще как-то, я советую хотя бы несколько раз в неделю выпивать кефир, например, какие-то кисломолочные. Хотя казалось бы, великий пост. Но это бывает для человека лучше, чем он потом сядет на лекарства и не сможет продолжать, по сути. Батюшка, у нас почти уже время подходит к концу, да? То есть вопросы еще остаются, поэтому следующий вопрос от Любови Тарановой из Самары. Скажите, почему брачные отношения в пост считаются грехом? Почему в пост не венчают? Муж не воцерковлен, возникает недопонимание. «Пока мы не ссоримся, но боюсь конфликта». Это и вчера мы этот вопрос на приходе обсуждали. Я считаю, что тут возникло некое недоразумение с супружескими отношениями. Потому что если мы почитаем Новый Завет, то этот вопрос регламентирует, объясняет только апостол Павел, говоря, что вы можете после голосования друг с другом на время отлучаться друг от друга, «но ненадолго, чтобы вас не искушал потом сатана вашим невоздержанием». Вот интересно, да? «Воздерживайтесь, но чтобы вас не искусили вашим невоздержанием». То есть даже апостол Павел, советуя супругам на какие-то промежутки времени воздерживаться от отношений, смягчает эту фразу тем, что даже это воздержание по сути невоздержание. И вот чтобы это не привело к какому-то большему греху. Поэтому, скорее всего, из-за того, что у нас нет устава приходской службы, и, соответственно, поста для прихожан, пользуясь уставом монастырский, монастырского устава поста, как-то вот сассоциировали брачные отношения почему-то с постными днями. Конечно, в постные дни более уместно следовать совету апостола Павла, чтобы друг от друга на какое-то время воздерживаться. Но опять-таки он повторит по согласию. То есть если отвечать на вопрос нашей телезрительницы, то в ее случае, если этого согласия со стороны супруга нет, то и вопрос снимается. Потому что глава семьи муж... Да сидел даже не в главе, я так понимаю. Ну, если будут какие-то другие директивы даже от духовника или от священника с прихода, которые будут идти в разрез с волей мужа, то я бы посоветовал все-таки мужу слушаться. Потому что тут тогда бы развал семьи, который ни Богу не угоден. То есть зачастую эти ситуации, конечно, надо... Ну и, в общем-то, мужа невоцерковленного особо быстро это все невоцерковит. Скорее наоборот... Скорее наоборот, вот церковит лояльное отношение к супруге и объяснение ее, что я бы, конечно, хотел, например, эти дни по-другому провести, но мой Бог говорит мне, что я твоя, как апостол Павел говорит, мое тело — это и твое тело, а твое тело — мое. Соответственно, я по отношению к тебе, если могу, а ты нет, то, значит, твоя воля должна совершиться. Чтобы не было разрыва, чтобы не было... Потому что семья, конечно, драгоценнее, чем наше желание. Опять-таки, скорее всего, чаще всего, это желание все сделать правильно, да, оно на самом деле коренится-то в гордости, а не в какой-то духовной вещи. Поэтому я думаю... Спасибо, отец Николай. На сегодня эфир наш подходит к концу. Вам, дорогие наши телезрители, мы желаем спасительного поста. И надеюсь, вы сегодня из нашей беседы услышали главное, что меру поста определяете, безусловно, сами вы. Пусть эта мера поста не ограничится только лишь гастрономическими воздержаниями, хотя, если это первый в вашей жизни пост, можно и начать и с этого. Но в первую очередь, конечно же, мы стараемся стремиться, стараемся побеждать внутренние страсти, духовные страсти, как то гордыня, тщеславие, себелюбие, равнодушие, цинизм, холодность в отношении с людьми. Всему этому пост должен лишь быть воздержанием и способствовать, наоборот, укоренению в добродетели, в любви, в добродушии, в молитве, в милостыне, в милосердии и так далее. Храни вас всех Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин